здравствуйте уважаемые зрители на канале рукоделия путешествия и сегодня хочу попробовать новый формат это болталка впервые снимаю такое видео ну я не болтушка по этому видео будет по делу немножко о себе немножко ютюбе о канале если вам интересно оставайтесь пока буду разговаривать буду взять плед вот этот у меня плед на 10 петель посмотрела сегодня что вижу я уже 8 месяцев такой долгоиграющий хочу уже довязать чтобы у меня не лежал и на глаза мне не попадался постираю может быть кому-то подарю или уберу ну что начинать нужно со знакомства меня зовут юлия я живу в киеве вяжу очень давно уже наверное больше 40 лет вяжу без перерыва вяжу всегда крючком спицами вечером утром но если можно было вязать на работе наверное обвязала и на работе научила меня вязать бабушка сначала крючком потом уже спицами вот так и вижу кроме вязания у меня есть много других различных увлечений хобби ну кроме вязание путешествий еще я вышиваю картины еще одеяло петчворк шью из джинсов различные изделия покрывала сумки но это то что я вспомнила вяжу из трикотажной пряжи коврики сумки тоже различные изделия корзинки ну хватило бы на все времени может быть еще бы чем-то увлекалась так в основном это вязание и вязание на спицах теперь про youtube каким образом мы появились ютюбе как это мысль пришла нам в голову с чего все начиналось начиналось все шесть лет назад но не с канала рукоделия шесть лет назад нашей жизни появилась дача и никогда не имели отношения к земле у нас не было бабуши куда мы ездили там на картошку и так далее ну не было такого опыта и тут появилась дача и все первые наши какие-то успехи выращенный урожай это сложно назвать урожаем какой-то кабачок какая-то фасолина я не знаю что нам хотелось очень поделиться что мы этим это смогли сделать что мы смогли это вырастить и вот мы сняли на телефон там 20 секундные какие-то ролики с этим урожаем там 5 6 сколько было роликов эти 20 секунд это кабачок фасоли не помню что уже вот и решили чтобы сохранить как-то и потому что в телефоне это все потеряется мы решили что нам нужно в ютюбе открыть канал и там эти ролики размещать для себя ну не понятно что это будет смотреть и зрители но какого-то успеха или чего-то такого там феерического мы не ожидали что эти ролики там будут иметь успех но общем разместили мы эти ролики это 6 лет назад было в 14 году весной нет не весной летом летом 14 года вот назвали канал дача супер почему дальше супер потому что как-то проскользнула на даче такая фраза от кого-то что на даче супер и мы решили так назвать канал дача супер так он и называется разместили эти пять роликов и забыли что этот канал существует что там что то есть два года назад в восемнадцатом году весной очередной раз когда я сеяла помидоры там или перец не помню что я решила в ютюбе поискать какие-то там ну какие-то новые веяния не знаю там новые способы чтобы достичь огромных урожаев вот и тут возникла мысль почему бы мне тоже не поделиться своими какими-то умениям все таки уже прошло четыре года как у нас есть дача уже какой-то есть минимальный опыт но дачники такие конечно немножко ленивые поэтому и опыт у нас такой ленивый опыт дачников и возникла мысль что надо бы наверное уже как-то что-то кому-то показать может чем-то поделиться почему остальные делятся мы не можем но мы тоже можем и вот открыв наш канал дача супер мы были удивлены тем что наши ролики 4 лет недавности они как-то пользуются успехом их смотрят хотя они то вообще не ролики неизвестно что вообще непонятно что но в общем одним словом в марте восемнадцатого года мы вернулись на свой канал дача супер и начали размещать различные видео о семенах о посевах я решила так что этот канал будет только дачный не хотела там сначала не хотела там ничего размещать кроме дачных каких-то репортажей что-то про семена про растения и так далее только это я уже научилась тогда укоренять сеять различные сорта томатов там находила общем я так была увлечена этим что мне казалось что я могу поделиться со всеми но как оказалось что контента не так-то и много чтобы этот канал наполнять постоянно и чтобы эти ролики создавать нужно достаточно много времени и материала а так как у нас дачный сезон небольшой три месяца то в общем-то зимой размещать на этом канале ничего реально ничего если его делать только дачным поэтому на этом канале у нас появился появилась рубрика рецепты я стала готовить там разные рецепты и осенью вот в тот же год когда мы вернулись на канал я подумала что кроме рецептов можно еще такую рубрику открыть дачная рукодель что я перестала вязать и я разместила там небольшой ролик о пленах которые я вижу плены это мое самое большое увлечение я вот плены вижу всегда у меня такие долгоыграющие по полгода вижу никуда не спешу и ролик с пледами просто произвел фурор это первый ролик который набрал там десятки тысяч просмотров на канале маленьком канале там наверное еще и тысячи не было подписчиков но пледы оказались популярным роликом но даже тогда не возникло мысли создать отдельно какой-то рукодельный канал и что-то там размещать потому что даже никто об этом не думал и вообще канал дальше у нас был но было есть как отдушина развлечения в этом особо никого ничего не учим просто показываем что умеем и что знаю и иногда там есть разные ролики прикольные которые ну никакой смысловой нагрузки пользы не несут вместе с пледами я начала заниматься консервированием до этого я не консервировала это все было ради того чтобы был контент для канала собирала помидоры какие-то рецепты выискивала интересные не такие как обычные там консервирование помидоров а что-то выискивал там что-то с чем-то в общем чтобы это было интересно необычно вот значит консервирование началось у меня потом я начала придумывать салаты зимой ну как-то начала выкручиваться чтобы был контент ну все равно это был не для того чтобы была какая-то прибыль на этом канале а просто ради интереса вот ну так вот это продолжалось потом весной мы придумали рубрику дачная кухня мы стали на даче готовить различные блюда на мангале это тоже все пользуется популярностью и в прошлом году летом мы поехали отдыхать я всегда отдыхаю со спицами у меня всегда с собой вязание у меня пол чемодана может быть пряжа потому что неизвестно какая будет погода если на пляж не пойдешь то в номере можно хотя бы повязать чтобы не скучно было под телевизор вот и приехав на море будучи на пляже у меня такая возникла мысль что не знаю почему вдруг с чего что наверное нужно уже канал по рукоделью открывать но мы решили что он будет не чисто рукодельным а еще и про путешествия почему так потому что это такие увлечения большие и я не захотела их разделять вот и все это решили размещать на одном канале но к моменту когда эта идея возникла у нас к сожалению не было материала по рукоделию не было подготовлено такой материал и вернувшись домой из поездки мы решили сначала разместить все что касается путешествий причем мы приехали сразу же вот эта мысль там просто сидела в голове что нужно делать канал наверно можно было еще там сделать в паланге пока мы в номере сидели кстати тогда же вы делали ролики с путешественным но размещали их на канале дача супер именно находясь там в путешествии какие ролики тоже есть на канале дача супер пока не было отдельного канала вот приехали но специально мы не снимали в путешествиях ролики поэтому мы намонтировали то что можно показать зрителям какие-то интересные разные сюжеты небольшие и эти ролики как ни странно были очень хорошо приняты там нормально их начали смотреть несмотря на то что канал был совсем молодой ну вот и стал постепенно набирать просмотры и зрительскую аудиторию но все-таки главное направление канала это вязание вот вернусь поэтому к вязанию как я уже сказала вижу я давно уже 40 лет даже страшно говорить такие числа вязала я всегда вязала себе еще когда училась в школе вязала себе кофточки джемпера из всего что только можно было потому что в те времена достать пряжу было очень сложно я уже молчу о том что шапки шарфы и маме и сестре всем вязала потом вязала ребенку и опять же себе потом был небольшой меня такой перерыв я перестала вязать вещи плечевые я перешла только на пледы вязала пледы всякие разные на меня штук двадцать если не больше всяких разных пледов и много подаренных вот и много лежит дома подушки пледы все это тоже вязала даже вот кресло обвязала в котором я сижу ведение каналов эти занятия связаны с ютюбом с размещением и так далее это только хобби это не не наша профессия и не средства зарабатывания дней мы работаем на обычной работе с 9 до 6 как обычные люди поэтому на вязание и на все остальное что касается работы на канале монтажа съемок это все мы делаем либо выходные дни и по вечернее время либо утреннее летом еще сюда подключается дача поэтому практически выходных дней дней нет еще подключается консервирование в общем где найти время на дизайне иногда это очень очень сложно еще сложнее найти время на общение с со зрителями у меня к сожалению не получается всегда отвечать на комментарии и на какие-то вопросы я собираю эти вопросы отвечаю там раз две недели раз в месяц мне просто физически на это нет времени еще кроме того что мы снимаем ролики нужно же подготовить тот же контент связать подготовить материалы подготовить пряжу так далее это тоже занимает время и я стараюсь потратить это время на допустим сам процесс вязания а не на работу с комментариями хотя это тоже очень важно иметь обратную связь со своими зрителями youtube нас так завлек в свои сети вот что я не знаю я столько выучила рецептов так научилась готовить ну и всегда готовила вот сейчас я знаю всякие интересные рецепты если бы не эти два канала я конечно столько не готовилась только не вязала сколько я сделала за эти последние два года я бы наверное никогда в жизни не консервировала я бы никогда в жизни не готовила столько стола то сколько я приготовила этой зимой и весной пока был карантин ну в общем много чему научилась ну и силы потрачены не зря наш канал знают наш канал наш канал смотрят не один канал а оба канала и мы очень благодарны нашим зрителям мы будем работать дальше материалов будет много интересных и полезных ссылку на канал удача супер я оставлю в инфобоксе всем большое спасибо за внимание всего доброго до свидания до встречи на наших каналах